Итак, мы начинаем восьмой ход. Так как это четный ход, первым игроком у нас будет Джо. Джо, как и Майкл, оба находятся в лечебнице. Давайте посмотрим, что им можно сделать. Во-первых, мы замечаем, что у Джо 6 улик, этого более чем достаточно для запечатывания портала. Поэтому Джо направится в портал, который проще запечатать, это на кладбище. На кладбище. Но он постарается пройти мимо гагов, с которыми сразится Майкл. Это значит, что ему нужно 1, 2, 3, 4 пункта движения. Берем Джо и отправляем его в страну снов. Он в стране снов. Далее переходим к Майклу. Майкл у нас остановится на улице, значит у него не будет фазы контактов в Архаме. И он сразится с двумя гагами. Давайте посмотрим на их показатели. Во-первых, у обоих гагов, у каждого из гагов есть способность подавления 1. Это значит, что в любом случае мы потеряем 1 единицу здоровья. Но так как Майкл Маглен понижает количество потерянного здоровья на единицу вплоть до нуля, это значит, что этот эффект на него не действует. Ну, давайте посмотрим. Так, проверка воли. Увеличим показатель воли для Майкла на максимум. 4, минус 1, 3 кубика. И нам нужен 1 успех. Берем 3 кубика и бросаем. Нам нужен 1 успех. Так, 1 успех есть. Переходим к проверке боя. 3, минус 2. Значит, 1. Плюс 1 от навыка, это 2. Плюс 6 от Томми Гана, это 8. 8 кубиков, из которых нам нужно 3 успеха. Давайте бросим 4 кубика 2 раза. Так, 3 успеха есть. 1 гаг побежден. Переходим к проверке воли для 2 гага. Опять бросаем, сколько у нас было? 3 кости. Бросаем 3 кости. Так, у нас нет ни одного успеха. Мы теряем 2 единицы рассудка. 2 единицы рассудка. Переходим к проверке боя. Опять бросаем 2 раза по 4 кости. Так, ни одного успеха. Бросаем еще 1 раз. Так, 2 успеха. 2 успеха. Улики у нас нет, к сожалению. Поэтому Майклу придется потерять. Но не 4 единицы, а в соответствии его способности 3 единицы здоровья. Он их теряет. Бросаем еще 1 раз. Так, 1. 2 успеха. И нам нужен еще 1 из 4. У нас он есть. Бой со вторым гагом прошел не столь удачно. Майкл потерял. У него уже 1 единица рассудка. Это значит, что ему придется вернуться в лечебницу. Переходим к Джо. Он находится в стране. Снов вытягиваем карту любого цвета. Так, страны снов тут нет. Мы читаем другое. Пройдите проверку скорости с модификатором минус 2. Скорость Джо равна 3. Плюс 1 минус 2. Это составляет 2 кубика. Давайте посмотрим. Так, если мы не проходим, мы потеряны во времени и пространстве. Если мы потеряны во времени и пространстве, наш сыщик будет сожран. То есть, Джо умрет, и нам придется выбрать другого сыщика на его место. В любом случае, вы автоматически закрываете портал. А вот это хорошо. А вот это хорошо. Ну, давайте тогда... Учитывая то, что у нас есть... Так, как же это называется-то? Мелкие палки. Лаки. Удачливый портсигар. Удачливый портсигар. Это значит, что мы эти две кости сможем перебросить. Для повышения шансов мы потратим одну улику. Это даст нам, учитывая способность Джо, 4 кости. 4 кости, которые в случае потом мы сможем перебросить еще один раз. Давайте будем надеяться, что мы не воспользуемся нашим счастливым портсигаром. Вот, это будет лучший перевод. Счастливым портсигаром. Так, и нам не пришлось им воспользоваться. Так как он закрывает портал, он жертвует 5 улик, чтобы его запечатать. И он возвращается из страны снов, автоматически запечатав портал. Теперь у него два жетона порталов. Это значит, что он может купить благословление для себя и для Майкла. Либо он может купить союзника. Думаю, что мы купим на эти два портала союзника. Так, берем и запечатываем портал. Теперь у нас уже два запечатанных портала, еще четыре, и мы выиграем. Если бы у нас не было больше открытых порталов, мы бы выиграли. Так как у нас есть два трофея врат и два игрока. Ну, вероятность такого выигрыша крайне маловероятна. Теперь давайте вытянем карту мифа для восьмого хода. Посмотрим. Во-первых, это карта-заголовка, значит она вернется под дно колоды. Портал открывается на острове, а улика переходит в научное здание. Улика переходит в научное здание. Мы открываем портал на острове. В следующем ходу. Джо пойдет, во-первых, в неназываемое. Потом он пойдет в научное здание. А Майкл вернется и посидит два хода в психушке, чтобы восстановить свой рассудок. Это у нас портал Плато Лен. Давайте вытянем и монстра. У нас уже один монстр в небе. Раз. И два монстра в городе. Всего у нас три монстра. И это у нас будет четвертый монстр. Опять гончие Тиндалоса. Так, и давайте посмотрим, какие же монстры двигаются. Двигаются плюсики полумесяцами. Таковых у нас нет. Поэтому читаем эффект карты. Древнее проклятие. Древнее проклятие настигает Архам. Выпускает двух монстров на улице Речного Городка. Как мы помним, мы только что сказали, что у нас четыре монстра. Лимит для двух игроков составляет пять. Поэтому один монстр, это будет зомби, он останется на улицах Речного Городка. А другой монстр, Огненный Вампир, он пойдет на окраин. Теперь на окраинах у нас два монстра. Лимит окраины для двух игроков составляет шесть. Ну, и на этом восьмой ход заканчивается.